Двух оценок за короткую и произвольную программу. Хэммин Дэнни и Брэндон Фрейзер, представляющие Соединенные Штаты Америки, выходят на лёд. У них в тренерах Инга Штойер, а это уже изначально само по себе является знаком качества. После короткой программы американцы на восьмой позиции. КОНЕЦ 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 Неплохая программа, но вот с параллельными прыжками у спортсменов вышли некоторые сложности. Сначала Брэндон сдвоил с Альхов, а Хевин отдувалась за него по полной программе, прыгнув в полноценной тройной. Ну а потом, когда прыгали в параллельный аксель в 2,5 оборота, планируя сделать из него каскад, по всей видимости, с тройным тулупом, там уже не удержалась на ногах партнерша. И потому сейчас оценки будут далеко не предельными, а это значит, что у россиян Кристины Астаховой и Алексея Роганова появляется возможность на дебютном для себя чемпионате. Там, судя по заявке, стояло два двойных акселя комбинация, но в любом случае получился только один, да еще и с падением. Так вот, у россиян появляется возможность на дебютном для себя чемпионате мира войти в десятку сильнейших пар мира, и это может стать безусловным успехом. Но для начала еще нужно подобного результата добиться. Пока, исходя из предварительных оценок, на Тоненького пролезают, а вот уже и не пролезают. Американцы. Первое и второе места канадцы с французами занимают с разницей меньше балла. А третье место пока за российскими спортсменами. Великолепно откатали под музыку из кинофильма «Мастер и Маргарита» Кристина Астахова и Алексея Роганов свою произвольную программу. Причем их тренер Артур Дмитриев обмолвился после проката. Будь у них лучший прокат короткий, то за такое произвольно они получили свои 125, а не 118, как получилось в итоге. Что-то выясняют Инги Штойер, загоревший где-то на Карибах, судя по всему. И Брэндон Фрейзер. Разбор по горячим следам. Оценки американца. 111 и 19, 172,51 балла. Это даже не четвертый, а пятый результат. Они проигрывают еще и итальянцев Валентине Марке и Андрею Хаттарику. А это значит, что Астахова Роганов в десятке на 100%. Астахова Роганов в десятке на 100%.